Добро пожаловать! Сегодня мы начинаем наш новый раздел изучения по C-Sharp. Переходим к алгоритмам. Это очень полезное направление, которое может пригодиться как начинающим программистам, так и опытным. Почему? Потому что для начинающих, да и для опытных программистов на собеседовании очень часто любят задавать какие-то вопросы, как раз-таки посвященные алгоритмам. Да, привет, привет! Теперь вижу. Все хорошо. Соответственно, очень часто любят задавать вопросы об алгоритмах, о том, просят реализовать, просят хотя бы просто на словах объяснить. И желательно их знать, если вы планируете получить хорошую работу. Кроме того, часто возникают ситуации, когда действительно нужно самостоятельно брать и реализовывать эти алгоритмы, алгоритмы сортировки под свои конкретные задачи в своей предметной области. Важно понимать, что почему не существует одной единственной сортировки, которая бы использовалась всегда и повсеместно. А все дело в том, что некоторые алгоритмы лучше себя показывают при каких-либо определенных условиях. То есть здесь у нас идет все как всегда, баланс. Либо она много расходует памяти, допустим, но при этом работает быстрее. Либо она, наоборот, память экономит, но работает медленнее. Соответственно, подбирая нужный алгоритм сортировки под конкретную задачу, можно сэкономить, можно оптимизировать свое приложение под конкретную предметную область, которая вам нужна. Привет! Да, добро пожаловать. Соответственно, перед началом буквально две минуты подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это поможет развитию канала. Это легко, быстро, просто, легко, быстро, просто, а мне приятно. И также по ссылкам под видео, группа ВКонтакте, Телеграм-канал, тоже подписывайтесь. Я более чем уверен, что, скорее всего, оттуда пришли, потому что вот. Большинство уже люди знакомы, уже всех знают. И также, естественно, что можно сказать? Не забывайте практиковаться, что важно. Ладно, все, поехали дальше. Давайте дальше говорить о сортировках, об алгоритмах. Не хочется делать длинные вступления. Соответственно, мы разобрались с тем, что знать алгоритмы нужно. Однако, дело обстоит так, что зачастую эти алгоритмы уже были 100-500 раз реализованы. И есть готовые библиотеки, готовые какие-то наборы классов, куски кода исходного, которые содержат уже готовые реализации. И зачастую в практике достаточно просто либо подключить библиотеку, либо, допустим, взять кусок кода со того же Stack Overflow и просто его использовать. Но понимать, как это работает, будет как раз-таки полезно, если планируете получить нормальную должность. Потому что в том же Яндексе, насколько я знаю, там очень сильно гоняют по структурам и по алгоритмам. То есть даже то, что я рассказываю здесь, вот все алгоритмы, которые мы рассматриваем, все структуры, которые мы на прошлом занятии уже рассмотрели, это все только цветочки. Это наиболее базовый начальный уровень, а еще там впереди целая уйма. Уйма областей, уйма примеров, которые надо изучать, если ты планируешь устраиваться прямо реально куда-то топ-топ. Итак, сегодня вообще раздел алгоритмов достаточно большой. Алгоритмы бывают разные, но вот самые простые, с чего обычно всегда начинают, например, это вот алгоритмы сортировки. Что значит вообще, что означает из себя понятие алгоритм? Алгоритм — это решение какой-то определенной задачи, поставленной, заданной последовательностью действий. То есть алгоритм — это набор команд, набор последовательности действий, который приведет к конечному результату или к его отсутствию. Соответственно, если мы говорим об алгоритме сортировки, это означает, что у нас задача отсортировать какую-либо коллекцию. Ну, чаще всего там берется в тестовом режиме это какой-то массив, просто целых чисел. Хотя сортировать можно по ключу точно так же. Если у нас ассоциативный массив, типа дикшнери какого-нибудь или хэш-таблицы, при необходимости мы можем взять и отсортировать по этому ключу, если нам надо упорядочить по ключу. Соответственно, такие задачи тоже бывают. И это вот наиболее простая задача. Соответственно, коллекция отсортировать. Сегодня мы рассматриваем самую простую, самую тривиальную сортировку. Но, однако, наверное, на 50% собеседований в компании именно про нее спрашивают. Это сортировка пузырьком. Потому что чаще всего для... Ну, реализовать алгоритм на практике будет приходиться не так часто. И всегда есть справочники, откуда можно почитать, посмотреть. Но определенный уровень, просто чтобы определить то, что человек знает какие-то алгоритмы, или хотя бы он умеет мыслить и сможет дойти к этому в ходе, даже если там не знает, как конкретно эту сортировку написать. Он просто представляет примерно, как это действует, и на ходу он возьмет ее и напишет. Это как раз-таки достаточно показательно для того, чтобы определить, умеет ли этот человек вообще мыслить в алгоритмических понятиях. То есть, может ли он в уме или на листке бумаги построить последовательность действий, которая сможет отсортировать массив или еще там что-то такое. Так вот, что за сортировка пузырьком? Почему она вообще пузырьковая сортировка? И почему она реализуется достаточно просто? Давайте мы переключимся в режим рисования. И я попытаюсь на листочке вам условно тут нарисовать, как происходит процесс для того, чтобы вы именно смогли понять, осознать и запомнить, как это все работает. Потому что помнить код, как это реализуется, совсем не обязательно, даже излишне. Но зная принцип того, как работает сортировка, всегда ее можно восстановить, имея представление. Итак, у нас есть какая-то обычная коллекция. Коллекция элементов рандомных. Давайте возьмем немного, для того, чтобы было проще определить. Итак, давайте заполним ее какие-нибудь... Сейчас я чатик верну, чтобы вас видеть. Всем привет! Чтобы чатик видеть. Все, теперь, если что, я сообщение вижу. Если что-то непонятно, если возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте в чат. Соответственно, если это вот прям срочно требует моего ответа, тейгайте меня через собачку, я буду останавливаться отвечать. Если нет, то, в принципе, я буду в конце потом проходиться по всем комментариям и при необходимости отвечать. Итак, вот наша коллекция. Давайте ее запомним какими-нибудь значениями. 8, 4, 7, 1, 2. Вот такая вот у нас, допустим, коллекция случайных чисел. И наша задача отсортировать ее по возрастанию. Соответственно, в результате у нас должно... У нас должно получиться что-то подобное. 1, 2, 4, 7, 8. Вот примерно такая вещь у нас должна получиться. Соответственно, как происходит алгоритм сортировки? Задан он следующими командами. Мы берем первое значение. Через витую пару, конечно, заходит. Берем первое значение из коллекции. Берем второе значение из коллекции. Если первое значение больше, чем второе, то мы просто меняем их местами. И переходим на следующий этап. То есть мы сравниваем восьмерку и четверку. И производим операцию swap. То есть операция swap обмен. Это когда мы меняем их местами. Соответственно, восьмерка у нас отсюда уходит. Четверка становится сюда. Восьмерка становится сюда. И после этого наши указатели перемещаются на следующую пару элементов. То есть теперь первым элементом. Первый у нас смотрит сюда. Второй смотрит сюда. Опять сравниваем. Один больше. Первый больше второго. Если да, то swap. Давайте вот так. If. Если. Даже давайте. Если. Первый элемент больше второго. То меняем местами. Иначе. Переходим на следующий. Вот. Соответственно. Смотрим. Восьмерка, семерка. Сравнили. Поменяли местами. Аналогично. Соответственно. Один проход у нас получается. Как раз таки на то, чтобы наша восьмерка всплыла. Семь. Восемь. Сплыла. То есть. Ассоциация как раз таки с пузырьком. Вот у нас есть какая-то водичка такая. Спасибо за подписочку. Твич. Привет. Ассоциация с пузырьком в воде. Который. Соответственно. Сначала. Находится где-то внизу. На глубине воды. И постепенно он всплывает. Поднимается вверх. Пока не устремится до самого конца. То есть. Вот. Пузырьковая сортировка. Потому что пузырьки. Наиболее крупные элементы. Сплывают вверх. Ну. Если у нас сортировка от. От маленького к большому. Сортировка по возрастанию. Если сортировка по убыванию. Соответственно. В обратную сторону. И вот так мы проверяем. Далее. 1, 2. Сравниваем. Восьмерка больше. Больше. Соответственно. Меняем. 1, 8. И наконец сравниваем восьмерку с двойкой. Hey guys. Hello. И меняем наконец-то их. После этого. Когда у нас. Здесь двойка. Здесь восьмерка. После этого. Когда мы прошли всю эту коллекцию. У нас установился только один. Единственный первый элемент. Отсортированный. То есть. Мы точно уверены. Что восьмерка. Это самый большой элемент. После этого. Мы опять начинаем. Сначала. С первого элемента. Брать по. И сравнивать попарно. Соответственно. Четверка. Семерка. Четверка. Меньше. Соответственно. Не меняем. Остается так как есть. Семерка. Единица. Сравниваем. Семерка. Больше. Меняем. Игра престолов. Вторая серия уже вышла. Я посмотрел. Даже сегодня с утра. Ну а там. Ничего такого сильно. Подготовка. Подготовка идет. Дальше. Семерка. Двойка. Сравниваем. Меньше. Двойка. Меньше. Соответственно. Меняем. Двойка. Семерка. Все. Дальше. После этого. Мы не сравниваем. То есть. Мы уже точно знаем. Что. Восьмерка. Наша. Вот эта. Она уже установлена. Это уже самый большой элемент. Соответственно. Мы берем. И устанавливаем. Что теперь. Два элемента. У нас. Строго. Отсортированы. Вот так вот. И начинаем. Опять отсюда. Четверка. Единица. Меняем. Один. Пошел сюда. Четверка. Сюда. Четверка. Двойка. Тоже меняем. Четверка. Двойка. Тоже меняем. Двойка. Четверка. После этого. У нас. Отсортировано. Соответственно. Три элемента. Потом. Проверяем. Еще раз. Проверяем. Еще раз. У нас. Элементы. Упорядочены. Все. Отлично. Мы. Выполнили. Сортировку. Соответственно. Нужно сказать. Что. Эта. Сортировка. Является. Неоптимальной. То есть. В лучшем случае. Время. Ее. Выполнение. Это. Н. То есть. Когда. У нас. Последовательность. Вся. Упорядочена. Последовательность. Вся. Упорядочена. Упорядочена. В лучшем случае. Мы. Один раз. Проходим. Видим. Что. Ни. Одна. Ни. Одного. Обмена. Ни. Одного. Свопа. Не было. И. Завершаем. И. Завершаем. Выполнение. Чему. Потому. Что. Если. Ни. Один. Ничего. Не поменяли. То. То. Последовательность. У нас. Является. Упорядоченной. Да. Да. Обратно. Обязательно. Сейчас. Перейдем. К. К. Шар. То есть. Сейчас. Пока. Только. Теоретическая. Часть. После. Этого. Практическая. Будет. Худший. Случай. Худший. Случай. Когда. У нас. Последовательность. Обратно. Упорядочена. То есть. Когда. У нас. Последовательность. 87421 вот именно такая а что именно подробнее по по n по от n углубляться мы просто я думаю будем проговаривать то что это квадратичное время то есть здесь имеется ввиду что в худшем случае нам потребуется выполнить n квадрат операций n квадрат то есть каждый раз у нас будет выполняться максимальное количество свопов соответственно это будет самый медленный вариант самый худший вариант вот это два крайних значения как раз таки которые чаще всего интересуют лучший вариант и худший вариант почему рассматриваются именно эти ну под каждую сортировку мы будем смотреть и говорить какую какая сложность у этого алгоритма есть в лучшем и в худшем варианте потому что часто бывает такое то что алгоритм в лучшем варианте дает хорошее допустим логарифмическое время но в худшем варианте она дает там какой-нибудь n факториал то есть это это вообще это это очень плохо то есть n факториал это беда то есть квадратичное время считается плохо логарифмическое время считается нормально а а вот время n факториал это просто боль вот соответственно ну да по поводу рекурсивной сортировки стек ну вообще от рекурсии лучше избал вне избавляться лучше избавляться но есть как бы рекурсивную сортировку ты сделаешь если на лиспе то никакого переполнения у тебя не будет но если ты сделаешь на каком-нибудь шарпе то до при большой коллекции у тебя может быть переполнение стека универсального варианта еще раз говорю нет чаще всего берут быструю сортировку которую мы тоже будем рассматривать сортировка слияниями сортировка вставками то есть мы все алгоритмы рассмотрим а сравним их время выполнения и реализуем их на практике так если сейчас еще вопросы по алгоритму по принципу его работы все ли понятно все ли хорошо можно ли переходить к практической части по линку нет не скажу сейчас это надо гуглить так ну похоже пока вопросов нету так что будем открывать среду разработки и начинать писать код соответственно писать мы будем один проект в один проект будем реализовывать различные алгоритмы сортировки sp net core это стрим это не запись это стрим встреча тут вопрос пришел соответственно прямом эфире прямо сейчас но просто идет на две платформы на youtube и на twitch сразу то есть на твиче как бы людей не так много меня смотрят но есть по сп нет корр будет по сп нет корр будет но когда 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 да до рано еще на 2019 переходить и некогда но я думаю где-то в районе осени наверное мы до сп нет корр доберемся до сп нет до сп нет корр доберемся ребят всему свое время так назовем наш проект сортировка пузырьком это для работы с данными но сортировка пузырьком вообще на практике практически не используется я в начале стрима это говорил то что она 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 не оптимальная она медленная но ее часто спрашивают на ее часто спрашивают на собеседованиях поэтому мы начинаем рассмотрение как раз таки самого простого самого такого линки к листу может быть проблема тут как бы вот антон как раз таки на на ютубчике чате объясняет что такое большое действительно это как бы количество операций количество операций которые необходимо сделать то есть если мы берем там условно какую-то операцию свопа то мы как раз таки говорим о о о том сколько раз в худшем в лучшем случае будет выполнены вот эти вот обмены обмены чтобы у нас прям чтобы у нас прям столбики перемещались передвигались передвигались и можно было наблюдать как выполняет сортировка да игроком алгоритмы хорошая книга так алгоритм 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 так это базовый класс которая будет являться общим для всех а в худшем случае у связанного списка о н в лучшем случае о 1 пропустил пропустил бобру все начало теоретической части соответственно для нашего базового класса алгоритма мы сделаем коллекцию мы будем использовать для простоты ну я думаю не будем делить на бл и это просто добавим в этот хотя можно сделать можно сделать кстати да можно сделать что потом этот класс можно было бы подключать с алгоритмами сортировки куда-то еще вдруг вдруг придется вот вам поиспользовать почему бы нет давайте разделим и сделаем отдельную библиотеку проект библиотека кратклассов алгоритм алгоритм спасибо за подписочку спасибо алгоритм х 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 давайте сделаем список для того чтобы не не было необходимости не было необходимости если средний случай просто берется ну считается о н до а от н считается так public list int items при этом у вас может быть и совершенно любая другая коллекция либо ассоциативный массив соответственно можете реализовать на практике так как будет нужно так что еще нам нужно нам нужна операция swap public public void swap int нету двусвязанного списка не обязательно у двусвязанного списка точно так же от н может быть так соответственно что у нас происходит но нужно проверить на всякий случай и позиция а меньше а это с каун и спасибо за подписочку твич можно обобщенный да реально хорошая идея а а там с каунт давайте сделаем обобщенным хорошая идея ребят так и теперь что такое swap swap это просто обмен двух а это семян до соответственно 2 2 элемента внутри массива внутри коллекции внутри списка просто берем и меняем их местами вот так вот но это делается через третью переменную можно конечно реализовать как это стандартная задачка тоже поменять местами две переменные без использования третий но так делать не надо берите используйте временную переменную и не парьтесь это теп кисточку с у 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 спасибо за подписочку twitch я смотрю сегодня многолюдно ухты ну в любом случае а если у тебя где-то в середине по двусвязному списку тебе все равно придется идти все равно придется идти до середины списка поэтому а это пропорционально то есть если у тебя идет время n деленное на 2 то подразумевается что это линейное время это все равно от у от n нет такого что у тебя какое-то вот такое более мелкое дробление берется просто линейный порядок либо это линейный порядок когда соответствует количество элементов приблизительно либо это о от единицы когда ты сразу берешь ну нужный тебе элемент либо ты берешь соответственно за квадратичное время то есть количество операций растет по экспоненте так сделали своп что нам еще понадобится пока ничего пока ничего давайте начинать реализовывать давайте начинать реализовывать сортировочку класс бабл сорт а ну и нам нужен же еще метод наверное объявить метод как раз таки у нас будет виртуальным о как сделаем паблик виртуал войд сорт ну и по умолчанию сделаем тут какой-нибудь items точка сорт вот а переопределять будем в этом конкретном алгоритме сортировки паблик бабл сорт т наследуемый от алгоритм бейс протектор не приватным а можно его сделать протектор для чего виртуальные методы используют посмотри мое видео про полиморфизм а и компара был т но вообще да вообще да спасибо за подписочку twitch виртуальные смотри по поводу виртуальных и полиморфизма когда у нас есть базовый класс и есть класс наследник мы определяем логику в базовом классе и перед можем переопределить эту логику в классе наследника и когда мы в базовом классе в базовый класс положим класс наследника и вызовем метод сортировку метод этот переопределенный в как бы у базового класса на самом деле отработает класс метод как в классе наследники как-то так посмотри видео там я подробнее это объяснял разжевывал несколько раз что все поняли так так и что нам нужно сделать нам по сути надо сделать over right сорт вот здесь мы как раз таки будем переопределять наш алгоритм будем менять логику сортировки для этого нам потребуется переменная вар пусть это будет каунт присвоить а этом скаунт определили и теперь начинаем проходить проходить по нашей коллекции for int и for int и присвоить 0 и меньше каунт и плюс плюс так вот наш основной цикл первый скорее всего даже до каунт минус один но сейчас посмотрим и начинаем по очереди начинаем по очереди нам надо взять первый элемент вар а присвоить items минус а т первый элемент и т до каунт минус один у нас будет это первый элемент до которого мы считаем каунт и второй элемент который у нас будет использоваться вар b с которым мы будем сравнивать присвоить присвоить items и плюс один то есть мы взяли первый и второй элемент из коллекции и теперь нам надо сравнить является ли элемент а меньше элемента b if а а больше b но тут как раз таки нам надо comparable делать if а больше b да да я же уже поставил каунт минус один а больше b то мы делаем swap swap и и плюс один x 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 пошли и это будет только первый проход на самом деле вот в чем еще особенность нам нужен еще один внешний цикл который будет теперь проходить это много раз давайте сделаем в это цикл взглянем x x x x x x x x iComparable так компа как там так соответственно а компа то в а больше значит равно 1 почему 2 потому что этот класс будет базовым алгоритм base будет базовым классом для всех сортировок а не во всех сортировках берутся именно рядом стоящие поэтому мы сделали более универсальную версию так соответственно вот мы прошли пи один раз прошли один раз но но после этого нам надо мы один раз как бы только один элемент взяли соответственно нам нужно еще еще раз пройти for int g присвоить 0 g меньше count вот и после того как мы прошли целый ряд вывели один пузырек мы начинаем делать то же самое только count у нас уменьшается на единицу соответственно как-то так возможно что-то забыл но сейчас давайте проверим напишем сразу тестик для этого и проверим как у нас будет работать давайте сделаем еще базовый базовый какую-нибудь фил рандом спасибо за подписочку твич так как вроде видишь не подтягивает или подтягивает нет видишь как раз таки конечно не дает почему не использовал for age можно использовать for age но здесь проще работать с индексами проще работать с индексами потому что нужно определять нужно знать номера for age это просто когда перебирать коллекцию удобнее так на что давайте добавим наполнение какое-нибудь паблик войдет фил рандом инт каунт так и теперь да скинь почему бы нет так поехали на самом деле лучше сделать коллекцию коллекцию 1 war rmd run on new random и присвоить 0 и меньше count и плюс плюс rmd rmd . end rmd . next ну и давайте будем делать от 0 до 100 какие-нибудь значения рандомные а а ну нас же т т т т т т т не даст тогда будем определять это в каждом конкретном подыне подынь так давайте тестик тестики как же без тестиков не смотрел сейчас надеюсь следующему стриму посмотрю я тогда я скажу на стриме как поправлю обязательно так тестики создание модульных тестов так соответственно мы берем var так сделали нашу сортировку bubble sort ну и давайте начнем с 10 10 10 bubble items add привет зрителям так давайте посмотрим как она у нас работает отладить тесты это мс тест это стандартный мс тест создали сортировку создали рандомайзер создаем 10 рандомных чисел здесь все понятно добавляем и давайте посмотрим что у нас получилось то вот ну вот есть нет сортированный ааа а да ну блин каждый раз что ли про это говори не забывайте про ааа то что надо делать по принципу arrange, act, assert, то есть три действия, то есть здесь у нас идет объявление данных arrange, потом у нас по сути вот здесь вот идет act и у нас пока еще нету асерта, нет сравнения, не забывайте про аааа, просто привычно, просто привычно, плюс он хорошо с tfs интегрируется, не знаю как inunit с tfs интегрируется, этот хорошо интегрируется, поэтому я как бы рекомендую, если работать с tfs, то лучше наверное ms-тест использовать, хотя это не точно, я не проводил сравнения, так что ничего конкретного сказать не смогу, так переходим к нашей сортировке, получаем count, count у нас равен 10, это первый проход по нашему по нашему, теперь начинаем с первого элемента с первого элемента внутри не пришло уведомление о начале трансляции это печально, но я сейчас рассылаю заранее уведомления, а так идет 8 часов публикуется новость о трансляции так, первый у нас 58, второй у нас 77 меньше, правильно, идем далее и перешло на следующее, здесь у нас 58 77 8 да что там за коллекция с tfs так давайте их сделаем, чтобы их видно было так 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 вот у нас а вот у нас b так вот у нас здесь происходит своп поменялись и пошли дальше и пошли дальше сравниваем, меняем так продолжаем далее ну я ускорю то есть алгоритм действий поняли когда говорили что воли нет когда задолбало все вот тогда пора менять это точно пора а так можно периодически ходить на собеседование и если предложат оффер лучше то и если там будут более хорошие условия труда если там все будет лучше то можно сходить поменять работу я по-моему затрагивал про ко-вариантность и контр-вариантность и инвариантность но точно не помню вот мы дошли до крайнего элемента вот сейчас наша коллекция как видите крайний элемент девятый у нас встал на место как самый большой восемьдесят восьмой после этого мы уменьшаем количество то есть мы этот элемент уже не смотрим не считаем и у меня что-то зависла трансляция не вроде отпустила вот теперь переходим на следующий этап опять начинаем сначала начинаем сначала берем пятьдесят восемь значения и сравниваем семьдесят семь и идем точно так же до конца вот у нас восемьдесят шесть всплыла и постепенно как бы они идут у нас отсортировываются по уменьшению видите меняется восемьдесят 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 шесть восемьдесят один сейчас сюда скорее всего семьдесят семь должно будет приплыть да вот сюда приплыла следующее большое число семьдесят семь потом что там пятьдесят восемь вот постепенно в ряд они выстраиваются что я нажал и остановить нажал так и давайте полностью отладим и посмотрим что у нас получится в конце в конце вот вот и после сортировки после выполнения сортировки мы получаем следующую коллекцию правильно отсортированную восемьдесят девять восемьдесят один семьдесят четыре пятьдесят да полностью отсортирован правильно отсортированная коллекция давайте давайте еще сделаем счетчики для как раз таки визуализации нашей которую мы наверное все таки сделаем почему бы ее не сделать я думаю это будет полезно так и что еще давайте ассерт еще допилим тогда нам надо это вынести сюда я хочу сделать для того чтобы ассерт у нас было с чем сравнивать мы будем сравнивать со стандартной сортировкой item с . то есть мы сначала создадим нашу коллекцию отдельным циклом а сюда мы просто добавим уже готовую коллекцию через add range items и выполним выполним сортировку item сорт стандартная сортировка и bubble сорт здесь выполнится наша что тут творится сортировка пузырьком до рассмотрение алгоритма сортировки пузырьком пять шören collective сортировку которое судно это двум картиll налог cell с с решет этот и так цикл от идем items it который мы сейчас добавим items it actual у нас будет bubble items it мы будем сравнивать что у нас отсортированные элементы assert это тестирование тестирование как раз таки класс это код который проверяет твой код если берется сравнение одного значения сравнение второго значения если они не равны то мы говорим что мы говорим что тест провален соответственно что-то пошло не так вот сейчас мы проверим и у нас он провалился он говорит нам неправильно уменьшали неправильно уменьшали коллекцию почему почему мы брали каунт минус один у нас получалось сближение сразу с двух сторон когда мы переходили на когда у нас был аккаунт минус один реализовано мы как бы отсчитывали отсюда один элемент и же уменьшали тоже на единицу поэтому не брали первый элемент как бы оттуда но уже у нас увеличивался на единицу соответственно пропускали этот элемент так давайте попробуем на большой коллекции м-м-м-м да теперь работает так соответственно был косяк в алгоритме но мы его поправили чатик то я читаю я смотрел в этом да сейчас вижу совсем сбился трансляция идет сразу на ютюбе и на твиче поэтому я не всегда вижу все сразу то есть мне приходится переключаться петь между окошками так что теперь увидел да с чатика вижу да вот получается у нас так выполняется алгоритм сортировка сортировка пузырьком то есть каунт минус же и минус единица мы уменьшали слишком быстро то есть не полностью сортировали весь массив у нас получалось сближение мы отрезали с крайнего правого края и отрезались с левого края получалось у нас первая начальная часть не полностью отсортировалась сейчас же у нас идет каждый раз начинается с нуля но не доходит до крайнего элемента каунт минус же то есть количество минус количество отсортированных элементов на единицу меньше текс сделали теперь что теперь давайте попробуем как-нибудь это визуализировать здесь что нам нужно чем будем визуализировать давайте сделаем прогресс бар прогресс бар и значение на нем прогресс бар так свойства так мы его как можем вертикально можем поставить мало маргин максимум минимум правило тому вот также немного вот ну так вот вот так так хотя бы так соответственно нам нужна коллекция прогресс баров прогресс бар, код нему так 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 списочек для него мы сделаем что надо же еще связать мы же отдельными делали так добавляем ссылку на проект создать ссылки добавить ссылку на проект так теперь нам будет нужен алгоритм и 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 Так, теперь, теперь нам нужен кто, да вот я думаю Можно отдельными лейблами, давайте лейблами попробуем Так, это пока прикроем На самом деле тут какой-нибудь датагрид может быть лучше Примерно вот так вот, куда мы добавим В датагрид можно будет добавить как раз таки элементы И выполнять их обмен Хотя это тоже мне пока не очень сильно нравится Так, ну давайте для начала сделаем так хотя бы Сделаем простую, она более красивая визуализация Я подумаю, наверное, уже после трансляции Потому что осталось уже мало времени Так, сделали алгоритм Button Так, алгоритм Итенс Текстбокс Сейчас хочу просто вывести результат Просто хочу вывести результат Чтобы можно было на форму натыкать каких-то значений Случайных введенных с клавиатуры Запустить сортировку И потом выведется визуализированный Ну, в смысле уже результат отсортированный А планирую сделать как Чтобы Ты Ну, точно так же натыкиваешь значения Они добавляются И ты берешь Нажимаешь кнопочку И видишь именно процесс Как они меняются То есть Сделать полностью процесс визуализации Пока еще точно не знаю Как это будет реализовано Но идея есть Так, пока начинаем с простого Ну, невозможно Если джин was Текстбокс Текст Инт Трипас now out int brilliant Сорян за взрыв чат, можешь помочь как-нибудь, возможно, через notepad оставить в тексте Можешь помочь как-нибудь, возможно, через notepad оставить в тексте лишь то, что нужно Я не совсем понял, про что ты говоришь, что оставить лишь то, что нужно Итем с от Так, добавили, 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 теперь сортировка Еще одна, button М-м-м Данный файл из JSON формата находится в безобразном состоянии Мне нужно лишь две строчки из каждого десятка Ругаем 17к строк Напиши мне вконтакте, я посмотрю, что там именно надо посмотреть А сейчас сходу я тебе вряд ли скажу У-м-м-м Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Так, это у нас есть. Это у нас есть. Останется сделать это более красиво. Останется это сделать более красиво. На сегодня будем заканчивать. Потому что первый стрим не очень хорошо задался. Убили кучу лишнего времени непонятно на что. Убили очень много времени на что не следовало убивать времени. Но ладно, соответственно, как реализовал. Реализовал, соответственно, вот так вот. Алгоритм bubble sort. Вот реализация алгоритма. Мы берем количество. Мы берем количество. И начинаем идти от нуля до крайнего элемента. Здесь же мы берем от нуля до крайнего элемента с отступом на уже отсортированные элементы. Сначала их нету ни одного. Потом их становится больше. И переходим к следующему элементу. Берем первый элемент, берем второй элемент. Сравниваем их между собой. Если первый элемент больше, то мы меняем их местами. Иначе переходим на следующий этап. Вот такая вот достаточно простая реализация, из-за которой мы потратили кучу времени непонятно на что. Так, соответственно, какие у нас планы? Следующее занятие в четверг. Мы будем делать шейкерную сортировку. Это измененная пузырьковая сортировка. Оптимизированная, скажем так, более оптимальная. Возможно, я постараюсь подогнать именно визуализацию отдельно. Может, я буду делать отдельно ее. А потом просто мы будем подставлять нужный алгоритм и наблюдать это все. Потому что все-таки занятия больше посвящены не визуализации непосредственно работы алгоритмов, а именно самим алгоритмам сортировки. И нужно их сначала сделать. А визуализацию, может, сделаю отдельно. Соответственно, посмотрим. Так, где у нас сорт. Сорт алгоритм. Так, скидываю в чатик, соответственно, проект с гитхаба. На этом тоже скинул на твиче. Соответственно, следующее занятие в четверг. Начинаем, продолжаем в четверг. Изучение завтра. Вторник, среда и пятница будут такие разговорные стримы, на которых поговорим о программировании в целом. О важных вопросах программирования, которые чаще всего задают. Поэтому писать код не будем. Будем просто разговаривать. А, соответственно, с алгоритмами продолжаем в четверг. Шейкерная сортировка и все такое. Все, давайте будем на сегодня завершать. Увидимся завтра. Не забывайте, подключайтесь. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...